Мы с вами оставляем разговор о учении о Троице. В общем-то, мы достаточно хорошо об этом поговорили. Давайте перейдем к следующему важному разделу учения Витнес-Ли, который называется учение о человеке. Как Витнес-Ли представляет всю природу человека? Не все то, что он говорит здесь, одинаково еретично. Есть какие-то моменты, которые более проблемны, есть какие-то моменты, которые менее проблемны. В данном случае учение о человеке – это некий фундаментальный аспект учения Витнес-Ли, без которого невозможно понять все, что он говорит дальше. И поэтому мы с вами попробуем нарисовать картинку его представления о человеке, отметив по ходу дела какие-то моменты, которые действительно абсолютно выходят за рамки христианской ортодоксии. Но наша задача в данном случае не выхватить какие-то отдельные моменты, которые абсолютно недопустимы, а попробовать нарисовать какую-то целостную картинку, чтобы у нас возникло некое общее представление о том, во что верит поместная церковь. Итак, первый очень важный момент для поместной церкви абсолютно истинной, абсолютно важным фактом является то, что человек по своей сути трехчастен. То есть человек имеет дух, душу и тело. Как вы, опять же, наверное, знаете, на протяжении христианской истории и в нынешнем состоянии христианского богословия далеко не все христиане согласны между собой по поводу строения человека. И более того, на мой взгляд, когда мы с вами читаем Писание, когда мы читаем то, как, скажем, апостол Павел описывает строение человека, у нас в какой-то момент времени не возникает абсолютно целостной картины. Потому что все-таки задача Нового Завета не дать нам некую духовную биологию, не дать нам некую абсолютно точную, вымеренную до миллиметра, до каких-то абсолютно точных деталей картину того, как устроен человек. Все-таки Писание – это прежде всего описание наших отношений с Богом. И все описание строения человека, оно строится как раз, оно исходит как раз из описания наших отношений с Богом. И иногда возникает ощущение, что апостол Павел использует какие-то термины едва ли не наугад. Потому что иногда абсолютно разные термины он использует в немножко разном смысле, в одинаковом смысле, иногда абсолютно одинаковые термины используют в немножко разном смысле. Именно поэтому, как я уже сказал, христианские богословы не всегда согласны здесь между собой. Но единственная вещь, которую, наверное, понимают, с которой соглашаются все христиане, что все-таки не нужно превращать строение человека в некую матрешку. То есть не нужно превращать человека в некий механизм, в некого робота, который собран из отдельных частей. Корпус отдельно, начинка отдельно, электронный мозг, нечто третье. Можно разобрать и сложить обратно, как мы сами захотим. Все-таки Господь создал нас такими, какие мы есть во всей нашей целостности. И мы в полной мере можем ожидать, что по воскресенье мы опять же будем в такой целостности, в которой мы были созданы, и разделять между собой эти вещи все-таки нужно очень осторожно. Помимо того, что поместная церковь проповедует и настаивает на вот этой трехчастности человека, они предлагают достаточно экзотическую форму трехчастности человека, потому что те части человека, которые они в нас видят, то есть дух и душу, они еще предлагают поделить каждую на три части. То есть в общей сложности получается семь частей. Они говорят о том, что душа состоит из ума, воли и чувства, причем ум является главной частью, а дух из общения, совести и интуиции. Ну и судя по некоторым вещам, о которых Витнес-Лип говорит, видимо интуиция в данном случае является принципиально важным моментом. Под сердцем, о котором говорит Библия, Витнес-Лип понимает сочетание ума, воли, чувств и совести, то есть трех элементов души и одного элемента духа. Такая вот любопытная картинка. Каким образом Витнес-Лип приходит к этому выводу? Он выискивает какие-то косвенные указания. То есть, например, написано, что сердце чувствует, значит, в сердце есть чувство. Сердце беспокоится, значит, сердце способно думать или воспринимать реальность, значит, в нем есть еще и ум. Там сердце способно как-то там от грехов беспокоиться, значит, в сердце есть совесть. И в основном все аргументы или доказательства, которые использует Витнес-Лип, они как раз выглядят такими очень скользкими, очень поверхностными, очень косвенными. Буквально из ничего Витнес-Лип создает такую мощную, прочную систему, картину человека. Зачастую такая вот однообразная, последовательная, логичная картина, которую представляет Витнес-Лип достигается за счет того, что он вчитывает библейские тексты, смысл которого в них изначально не было. И с другой стороны, просто игнорирует другие библейские тексты, которые в его картину мира не вписываются. В особенности это относится к понятию интуиции, которая по его словам имеет принципиально важное значение. Немножко позже будем говорить о том, что это такое. Несмотря на то, что сама вот эта идея триединства, троичности человека в понимании по местной церкви носит очень спорный характер, по меньшей мере спорный, и не имеет прецедентов в истории христианского богословия, тем не менее, поместная церковь считает, что понимание этой структуры, понимание этих частей, из которых состоит человек, принципиально необходимо для спасения человека. Без понимания всех этих деталей спасение человека трудно или даже невозможно. Вот что он пишет об этом. Есть также место из первого послания Коринфянам, глава вторая, из которого мы видим, что душа также противоположна духу. Когда человек живет по плоти, он от плоти, а не от духа. Точно так же, когда человек живет по душе, он от души, а не от духа. Эту идею подчеркивал еще основатель по местной церкви, основатель, точнее, движения, из которого выросла по местной церкви, Вочманни. Он пишет, важно ли отличать дух от души? Крайне важно, потому что это оказывает колоссальное влияние на духовную жизнь верующих. Как может верующий понять, что такое духовная жизнь, если он не знает объемов духовной сферы? Без этого знания как может он расти духовно? Не различать души от духа, значит наносить смертоносный удар духовной зрелости. Верующие часто принимают душевность за духовность, и потому остаются в плотском состоянии, и не ищут того, что действительно духовно. Как избежим мы урона, если не разделяем того, что разделяет Бог? Кому-то, наверное, на первый взгляд, эти слова покажутся достаточно разумными и правильными, однако в действительности Писание нигде не требует от нас отличать душу от духа. Апостол Павел связывает плотское, младенческое состояние коринфских верующих, 1 Коринфянам 2 глава, о котором идет речь, вовсе не с мифическим умением или неумением разделять дух и душу, а с нежеланием оставить прежние греховные привычки. Первое послание к коринфянам, 3 глава, 3 стих. Настоящий внутренний конфликт христиан происходит не между душой и духом, а между духом и плотью. Между нашей верой в Бога, между нашей Богом, данной жизнью и верой, и нашими прежними плотскими привычками. Интересно, что, опять же, апостол Павел четко подчеркивает, что плотское состояние верующих, это никак не связано с их способностью различать части их внутренней природы. Он говорит о том, что они еще не достигли духовной зрелости, они еще остаются младенцами во Христе, они еще мыслят так, как будто они остаются людьми, живущими по плоти и управляются своими прежними греховными привычками. Вопрос незнания, вопрос веры и христианского жизненного опыта. В послании к галатам тот же апостол Павел учит читателей различать дела плоти и плоды духа, но ни словом не говорит о том, что есть некие плоды души, которые мы с вами тоже должны отличать. В послании Иуды мы читаем, что христианин не может быть душевным человеком, потому что слово душевный означает человек, не имеющий духа, то есть человек, который изначально был невозрожден. Частью проблемы является то, что апостол Павел во второй главе первого послания к Оримфинам использует два вот этих термина – душевный человек и духовный человек. Но в данном случае апостол Павел опять же это использует как некие метафорические, терминологические обозначения двух состояний человека. Человек, который не знает Бога, и как мы читали в послании Иуды, который не имеет Духа Святого, и человек, который управляется Святым Духом. Это не два состояния христианина, это два состояния человека по отношению к Иисусу Христу, по отношению к спасению и вере. Вот когда апостол Павел говорит о том, что некоторые христиане еще плотские, он как раз говорит о том, что те люди, которые уже имеют Святого Духа, уже возрождены, но они по-прежнему по какой-то причине, как младенцы, как не выросшие еще из пеленок, остаются вот в том состоянии, в котором их плотские страсти, их плотские какие-то устремления господствуют в их жизни. Однако настоящая проблема с учением по местной церкви о триединстве человека, троичности человека, заключается отнюдь не в этой путанице понятий. Когда они настаивают на необходимости развлечения души и духа для полноценной духовной жизни, Лиза заставляет своих последователей заниматься совершенно ненужным делом, которого Бог никогда и нигде от них не требует. Более того, поставленная им задача, она практически никак невыполнима, поскольку Библия не дает нам четких критериев для развлечения души и духа. А те определения души и духа, которые дает Уитнесли, а тем более тех отдельных частей, которые он там находит, построены на совершенно спорных, буквально высосанных из пальца толкованиях Писания. Нам не нужны критерии развлечения души и духа, потому что, как мы уже сказали, духовная жизнь Писания – это не жизнь духа в противоположность жизни души, а жизнь человека, управляемая Святым Духом. То есть, иными словами, Уитнесли рисует картинку, когда мы с вами, различая в нас самих дух и душу, акцентируем внимание на правильной части своего организма, своей природы и тем самым возрастаем во Христе. Писание дает нам совершенно другую картину, совершенно другой акцент. Упор, ударение ставится не на нашей способности различать какие-то части нашей природы, а на наших отношениях со Святым Духом, который действует в нас. Он нас освящает, Он в нас действует, Он производит в нас веру, Он производит в нас плоды праведности. Либо мы слушаемся, либо мы не слушаемся, либо мы живем по духу, либо мы не живем по духу. И именно с этим связано как раз вот это развлечение, о котором мы говорим, жизнь по духу и жизнь по плоти. Помните, Павел пишет, если духом умиршляете дела плотские, то живы будете, а если живете по плоти, то умрете. Не по душе, именно по плоти. Вот она разница. То есть, либо мы живем по своим старым плотским привычкам, которые у нас остались, либо мы с вами живем, подчиняясь Святому Духу. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансом. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Между тем, Уитнес Ли заходит в своих рассуждениях еще дальше и требует, чтобы христиане не только научились отличать душу от духа, но и отказались от своей души вовсе. Он пишет, если мы можем различить дух и душу, тогда мы можем отвергнуться души, быть избавленными от души и жить по духу перед Богом. Другая цитата. Душа скрывает и покрывает дух, как кость, костный мозг. Видна кость, но не костный мозг, скрытый внутри. Желая добраться до мозга, мы должны раздробить кость. Иногда мозг нужно выковыривать из кости. Невероятно трудно представить себе, как прочно врос дух в нашу душу. Наш дух спрятан и скрыт в ней. И легко опознать душу, но трудно опознать дух. Мы немножко знаем Святой Дух, но не знаем Дух Человеческий. Почему это так? Потому что дух человеческий сокрыт в душе. Вот почему душа наша должна быть разбита. И как сочленение сильнейшая часть наших костей, так и душа наша очень сильна. У нас есть дух, но душа наша покрывает его. Слово Божие, подобно мечу острому, должно пронзить нашу душу, чтобы отсечь ее от духа. На самом же деле, Писание изображает душу в гораздо более позитивном ключе. Например, в книге притчи мы читаем о том, что источником жизни является разум. 16 глава, 22 стих. Источником жизни является сердце. 4 глава, 23 стих. Хотя сердце по учению самого Уитна Соли на три четверти состоит из души, а разум является, опять же, по его учению, тоже несомненной частью души. На всем протяжении Писания человек в целом именуется душой живой. Книга Бытия, 2 глава, 7 стих. Душа человека изображается как единственная часть его существа, которая переживает момент физической смерти. Евангелие от Матфея 10, 28 и Откровение 6, 9. Мы читаем о том, что люди могут убить наше тело, но не могут убить нашу душу. Мы видим, что души убиенных за Слово Божие присутствуют перед престолом Божиим. То есть, люди никогда не описываются как духи, люди никогда не описываются как бестелесные духи, которые обитают где-то в небесных сферах. И любопытно, что в наше время многие самые разные учителя, и в том числе Витнес Ли и его последователи, настаивают на том, что именно дух человека – это настоящий человек. То есть, когда Писание говорит о человеке, речь идет о его духе. Но, опять же, с завидной последовательностью, с завидным постоянством Писания отождествляет человека с его душой, а не с его духом. И здесь, опять же, надо иметь в виду, что очень часто мы видим в Писании, что слово «душа» используется в смысле понятия «жизнь». Это вот тождественное понятие. Это не случайное сходство. То есть, когда мы говорим об этом, это не просто одно слово, которое использовано в совершенно разных значениях. Когда мы говорим о душе человека, мы говорим о его жизненном начале, которое, конечно, гораздо больше, чем просто некая жизненная сила. Это некое понятие, которое не поддается какому-то научному, физическому определению, в котором неразрывно слита вся внутренняя жизнь человека. Многие толкователи говорят о том, что иудейский взгляд на вещи, он вообще предполагал взгляд на человека как состоящего из двух частей. Человек как плоть. То есть, когда мы смотрим на человека снаружи, человек с руками, ногами, ушами, волосами, и человек как душа, то есть человек изнутри, его вся вот эта внутренность. И апостол Павел, по сути дела, проводит то же самое разделение, когда, помните, говорит о том, что внешний мой человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется. И несмотря на то, что он периодически использует другие понятия, он говорит о духе, душе и теле, говорит о слове Божьем, которое доходит до разделения души и духа, составов и мозгов. При этом все равно вот это вот иудейское представление о человеке как одном и том же существе с двух сторон в его богословии тоже постоянно присутствует. Христиане призваны делать все от души. Это на самом деле буквальная фраза из души или как бы вот как производная души. Послание к Ефесянам 6 глава 6 стих и послание к Холоссянам 3 глава 23 стих. То есть, когда мы читаем сами все вот эти вещи, у нас возникает вопрос неизбежно, зачем же нам отвергаться души, если буквально вся жизнь человека, начиная с самого створения мира до момента его воскресения, описывается именно в терминах души. То есть, наша душа – это и есть то, чем мы живем перед Богом, то, что в нас происходит, то, что дает нам жизнь. Впервые столкнувшись с сочинениями Уитнеса Ли, доброжелательный читатель, заранее расположенный к его книгам и пытающийся найти там какое-то зерно истины, он легко может подумать, что, призывая верующих отвергнуться души, автор просто пытается выразить вполне библейскую мысль о необходимости отвергнуться себя и следовать за Христом. Тем более, что Уитнес Ли часто ссылается как раз на эти места описания, когда говорит о необходимости отвергнуться души. Однако, в действительности речь идет совершенно о другом. И понять это можно только тогда, когда мы поймем саму суть представления Уитнес Ли о строении человека и о той роли, которую, по его мнению, дух играет в нашем существе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok